Организации Каспару Амаду. Двух слова хочу сказать. Республиканская партия Грузии ориентирована на европейские стандарты, на европейские модели жизни, что особенно важно для нашего региона, для нашего населения. Потому что мы все прекрасно знаем, что именно европейские государства создали и подписали европейские акцию по национальному праву. Дальше, по-моему, говорить не надо. Давайте похлопаем. А сейчас я хочу два слова сказать о Ахалкалакской организации, о республиканской партии Ахалкалакского района. Ахалкалакская организация пользуется уже соответствующим отарицетом. Большим примером для этого является то, что на протяжении двух месяцев только 120 наших сограждан стали членами нашей организации. Я уверен, что с каждым днем все больше людей пополнится в виде республиканской партии. Теперь я хочу представить слово господину Дангу Берденовичу. Думаю, что наша сегодняшняя встреча не станет обыкновенным, обычным, потому что я вижу огромное количество заинтересованных людей, которые хотят от нас, от представителей новой грузинской России узнать, какие наши планы, чем мы занимаемся. Я представляю с одной стороны коалицию, с другой стороны одну из партий, входящую в коалицию, республиканскую партию. Республиканская партия возникла в 1978 году. У меня стаж 35 лет. Тогда мне не было и 18, когда мой брат и его друзья пришли еще при советской власти создать нелегальную, как тогда говорили, антисоветскую организацию. В 1979 году республиканская партия выпустила несколько номеров нелегального журнала, журнал назывался «Колокольня», сам рекло, и несколько экземпляров сохранились, и они хранятся у нас в офисе Тбилиси. Они сохранились, как наша реликвия. Тогда, еще в 1978-1979 году, мы декларировали в своих журналах, естественно, тираж был несколько десятков всего, написавшие в машинке, печатали, распространяли, и в этих журналах мы писали, что Грузия должна восстановить свою независимость. В этих журналах мы писали о том, что независимая Грузия может быть только демократической. Когда я читаю эти журналы спустя столько лет, мне не стыдно, потому что там нет ни малейшего национализма, там есть патриотизм. Мы там еще тогда считали, что Грузия, которая многонациональная, она должна стать демократическим государством. Потом, несколько лет мы отдыхали в советских санаториях, в Пирме и в Мордовии. Пять членов республиканской партии были арестованы. И у нас была статья антисоветская агитация пропаганды. Как шутил мой старший брат, аспирантуру я закончил там, потому что было много докторов наук. А мне тогда было 22 года, и, в принципе, я многому там научился за те два года, которые провел в Мордовии. С конца 80-х годов республиканская партия уже легально включилась в политическую борьбу в Грузии. И в 90-м году я стал мажоритарным депутатом, аппетитовным депутатом от города Батуми. Я родился, вырос в Батуми. И моя подпись стоит под актом независимости Грузии. С тех пор много раз то выигрывал, то проигрывал. Сейчас это четвертый созыв для меня, парламента, и я являюсь сейчас председателем фракции республиканцев. Вы знаете, что председателем парламента является председателем республиканской партии Давиду Супашвили. У нас такая традиция, председателем партии на многие годы не задерживаются. В нашей партии совместно в руководстве партии сейчас работают три председателя, один действующий, два бывших. В течение пяти лет до Супашвили я был председателем республиканской партии, до меня был Ивлиан Хайндрава, и с 2005 года Давиду Супашвили. И все мы работаем в этой партии, в руководстве этой партии. Скоро Супашвили покинет должность председателя республиканской партии. У него очень много дел в парламенте, однако, конечно, он останется лидером республиканской партии, потому что у него самая высокая должность в стране среди республиканцев. Мы пока не знаем, кто будет новый председателем партии, однако мы знаем, что он также будет, или она, не знаю, сотрудничать с бывшими секс-председателями и с другими членами партии. Я знаю, что здесь присутствуют не только республиканцы, но и представители общественности Жавахеджи, Ахургаваки и Ницминда. Я готов ответить на вопросы. Я готов выслушать ваше мнение. Сейчас новая власть в Грузии, новые идеи, новая мечта, или старая мечта, которая и все грузинское общество в ожидании, что эти мечты сбудутся. В Грузии я скажу лишь то, что республиканская партия, которая является одним из субъектов коалиции «Грузинская мечта», всегда выступала за плюроризм, всегда выступала за мирное решение «Абхазская проблема», «Оссетинская проблема». До войны, мы много работали, до грузин-абхазской войны, до конфликта в Абхазии между Грузией и Россией. Мы работали в Абхазии, старались не довести дело до боевых действий. То же самое было и с осетинской стороны. К сожалению, тогда политической элите Грузии мы оказались в меньшинстве, и не только политической элите, в грузинском обществе тогда более радикальные подходы были более популярными. С другой стороны, я отлично понимаю, что одна сторона не может быть ответственной, когда происходят боевые действия, военные столкновения. Но я говорю об ответственности грузинского государства, грузинского центра. И если бы нам удалось в конце 80-х, в начале 90-х убедить наших граждан, в Абхазии, в Южной Осетии, о том, что в независимой Грузии их ждет приличное, хорошее, свободное будущее, тогда, может быть, до боевых действий не дошло. всякие разговоры в течение двух десятилетий в разных газетах, в разных передачах, что серьезная проблема существует в том или ином регионе, в Грузии, в том числе и в Джалахете. с нашей стороны, в силу наших возможностей, пресекались не потому, что мы не видим проблем, а потому, что для нас главное создать из прошлого, пестрого, советского, грузинского, из пестрой, прошлой советской Грузии, создать и превратить эту пеструю Грузию в левралистическую страну и в левралистическое общество. Я грузинский политик. Республиканская партия это общая грузинская политическая сила. Со своей молодостью, вот 35 лет тому назад, мы публично стали говорить о том, что Грузия должна стать демократической страной. что Грузия не место в Советском Союзе. Называли нас и антисоветчиками, и антикоммунистами, и как угодно. Но, тем не менее, я отлично понимаю, что моя мечта превратить пеструю Грузию в плюралистическую, демократическую, европейскую страну сбудется только при условии демократических стандартов Грузии. Как в центре, так и в регионах. 2013 год будет годом реформ. Законодательно мы несем серьезные поправки в законах о местном самоуправлении, в избирательном кодексе. В 2014 году будут местные выборы, они пройдут по-другому. Мы собираемся усилить местные муниципалитеты. На базе нынешнего Ахалкалакского района возникнет по меньшей мере два, а может быть и несколько муниципалитетов. Это зависит от того, насколько мы сможем и в Ахалкалак, и в Тайлаве, и в Зубдиде, насколько по всей Грузии, насколько мы финансово и организационно будем готовы дойти до 300-350 муниципалитетов по всей Грузии. Может быть, через год-полтора мы выберем 150-160 муниципалитетов муниципалитетов по Грузии, а может быть и больше. А следующие выборы уже будут по всем муниципалитетам. Но по меньшей мере в каждом районном центре, в каждом городе мы собираемся, этот наш проект, это наша концепция, мы собираемся проводить местные муниципальные выборы. Город Ахалкалаки выберет своего мера и своего закругу, своего совета. Ахалкалакский район или несколько больших территориальных образований выберут также своих Сакребуло и своего гонгебета. Так что, теперь, сегодня у Сакребуло, вот сидит рядом председатель Сакребуло, члены Сакребуло от нашей фракции, им очень благодарен, что они дали нам возможность укрепиться уже в Сакребуло нынешнего САЗИО. У них, в принципе, нет, у нынешнего местного самоуправления, нет никакой финансовой фискальной опоры. мы собираемся оставить как можно больше финансовых возможностей с доходов на месте. Чем сильнее будет муниципалитет, чем меньше будут псевдопроблемы, в том числе псевдополитические проблемы. Чем больше возможности принять решение на месте в рамках общегосударственного законодательства, тем меньше будут проблемы между центром и муниципалитетом, центром и регионом. Мы собираемся постепенно перейти и на второй уровень самоуправления, то есть на региональный уровень. Сам скажу, Алхеджи, как и Квэму-Картли, так и Меретти, так и Кахетти, Сам Игрело и так далее получат второй уровень местного самоуправления и они будут постепенно приближаться к тем возможностям, которые, допустим, теперь есть и по традиции есть у Аджарии. То есть мы собираемся создать региональные советы, которые будут формировать региональную администрацию, исполнительную власть. То есть первый уровень это муниципалитет, второй уровень это региональная власть и третий уровень это государственная власть, центральная власть. Конечно, у центральной власти и у местного самоуправления будут больше полномочий, чем у региональной звена, но тем не менее определенные полномочия будут и у регионального звена. Через полтора года мы планируем, чтобы назначенного центра губернаторов не было. Губернаторы практически при правлении Саакашвили являлись неформальными вожаками регионов. По грузинскому законодательству у них нет особых полномочий. То, что сейчас Саакашвили назначает новых губернаторов, у которых нет ни полномочий по закону и ни опоры на местном уровне, ну это в принципе детская игра. Но кроме детской игры, и он часто когда выступает, напоминает о нашем детстве, часто он встречался со всеми маленькими детьми, но сейчас хоть со студентами встречается. И это детская игра, но не только детская игра. Несколько десятков активистов национального движения работают в этих структурах, в аппарате губернаторов. Практически бюджетные деньги идут на сохранение и на финансовое обеспечение этих активистов национального движения. Мы сотрудничаем в парламенте с фракциями национального движения. Они сейчас в оппозициях. Все время они были в большинстве, но сейчас вот им пришлось работать в оппозиции. Они были в большинстве. Причьи в Арнадзе, тогда партия власти называлась «Союз граждан Грузии», помните? Потом плавно они перешли в партию власти под названием «Национальное движение». Они также собирались продолжать свою политическую деятельность и после 1 октября. Но вдруг, для них вдруг оказалось, что они проиграли выборы в большей части Грузии. Они набрали в три раза меньше голосов в Тбилиси, чем набрала коалиция «Грузинская мечта». Они набрали в два с половиной раза меньше голосов в Батуми, чем набрала «Грузинская мечта» и так далее. Во многих районах, практически почти во всех городах, где хотя бы была какая-то доля конкуренции политической, «Национальное движение» проиграла. Мы выиграли большую часть мажоритарных округов, несмотря на тяжелейшие условия. То есть грузинский народ отказал Миши Саакашвили управлению. Однако, мы политики, мы прокладики, мы отлично понимаем, вот часто ставится вопрос, почему Саакашвили продолжает работать на должности президента. Его выбирали на пять лет. Инаугурация была 20 января. Тем более, наши сторонники и активисты хорошо помнят январь 2008 года, его мы даже не выбирали. То есть невыбранный президент, который, не имея внутренней легитимности, правил страной пять лет и еще добавляет себе десять месяцев до октября. В конституционном суде рассматривается этот вопрос. Группа людей против парламента. Парламент сейчас и та группа людей, и большинство парламента одинаково рассматривают и оценивают деятельность Саакашвили. Но те люди, которые требуют, чтобы он завершил свое президентство, они против парламента внесли иск в конституционный суд. А представители парламента говорят, что да, это запись 2006 года в конституции Грузии, что выборы президентские будут в октябре месяце того года, когда иссякает срок президентства. Наши представители, мы все говорим, что это несправедливая запись, однако это пока конституционно. Мы пока действуем. Поэтому, с другой стороны, если бы теперь Саакашвили или через конституционный суд, или сам добровольно ушел в отставку, тогда в течение 45 дней мы должны провести президентские выборы. Президентские выборы теми полномочиями, которые записаны пока еще в Грузинской Конституции. Это суперпрезидентская, загранипрезидентская форма правления, и в течение 45 дней мы не сможем, не успеем исправить конституцию Грузии. Поэтому, учитывая многие факторы, в том числе и внешние факторы, мы справляемся с тем, что Саакашвили временами появляются на телеэкранах. В последнее время ежедневно, то с детьми, то без них. Практически он ведет себя как президент парламентской республики. По конституции он суперпрезидент. Наша конституция сейчас в этой части, в принципе, не работает. Саакашвили имеет право отправить правительство в отставку, однако он этим правом не пользуется, по той простой причине, что после отправки правительства в отставку, он будет вынужден назначить досрочные парламентские выборы. На досочных парламентских выборах у национального движения будет большая проблема преодоления 5-процентного избирательного барьера. Они выписали себе квитанцию 40%. 1 октября, если сейчас будут выборы, они получат гораздо меньше. Я не знаю, 4, 5, 7, 10, 12, но в этих рамках. Поэтому это не в их интересах и особенно не в интересах тех депутатов, которые собираются в течение 4-х лет работать в парламенте или не работать в парламенте, но считаться депутатом и получать неплохую зарплату. Так что у Саакашвили нет особой оборы даже в своей партии. Я знаю многих, там не буду сейчас перечислять, которые в ожидании того, что этот Саакашвили в конце-то концов и формально уйдет от грузинской политики. Вместе с Саакашвили у национального движения нет будущего. Без Саакашвили, может быть, какая-то форма найдется для национального движения, для части национального движения и на следующих местных выборах, может быть, они наберут там 8, 10, 12, 15 или 6 процентов. Без Саакашвили политический обрыв. Без Саакашвили, может быть, что-то удастся. Был Чеварнадзе, был союз граждан. Нет Чеварнадзе, нет союза граждан. Было Абашидзе, было возражение. Нет Абашидзе, нет возражения. Поэтому очень может быть, что без Саакашвили не будет и национального движения, когда он уйдет с должности президента. А может быть, какие-то группы там смогут создать новую партию на базе национального движения, и у них будут какие-то возможности на оппозиционном поле. Они не являются конкурентами грузинской мечты. Они являются конкурентами других оппозиционных групп в борьбе за оппозиционное место. Это так происходит. В 2004 году, весной, мы были без Саакашвили среди победителей. Республиканская партия, Консервативная партия и национальное движение вместе выиграли выборы парламентские 2 ноября 2003 года. Мы боролись против власти Шеварднадзе, против власти Абашидзе. Против Абашидзе не было никаких шансов без республиканцев достичь успеха. Никакого шанса не было, потому что в Аджаре работали одни республиканцы в течение многих лет в управлении Аслана Абашидзе. Но мы не стали правой страной вместе с Саакашвили. Мы были вместе против Шеварднадзе и Абашидзе, но они не остались вместе после нашего выигрыша. Не остались вместе по той простой причине, что Саакашвили стал правой страной недемократически. Он принял такие поправки в Конституцию в Грузии в феврале 2004 года, потом в Аджарскую Конституцию, потом первые же выборы в Аджаре после прихода власти Саакашвили. Первые же выборы были фальсифицированы и ушли в оппозицию. Через два года, с лишним, осенью 2006 года, мы с консерваторами на местных выборах набрали 12%. Это был неплохой результат. Победители работают два года в оппозиции и набирают 12%. Победенные, если будут работать хорошо и наберут 8-10-12%, я имею в виду нижнее национальное движение, это будет для них большой успех. Но этой гарантии у них нет. Это от них зависит. Я не буду говорить пока о конкретных действиях, о конкретных замыслях новой грузинской власти и коалиции. Говорил Давид об европейской хартии. Мы работаем в этом направлении и не буду анонсировать и афишировать, то пока это не доведем, это дело до конца. Мы работаем как прагматики политики. Я отлично понимаю, ничего не грозит целостности грузин, если грузинская власть ведет себя адекватно. Я здесь, в Ахангалаке, выжил людей, общаюсь с гражданами Грузии, как гражданин Грузии. Как грузинский политик, общаюсь со своими потенциальными избирателями. Как грузинский политик, как представитель нижней власти и республиканской партии, которая является одной из ключевых составляющих нынешней правящей коалиции. Я общаюсь со своими однопартийцами, которые достаточно крепко стоят на ногах в жавахетии и политической политике. Я скажу вам еще одно. Никто из нас, который имеет большой стаж, или который вот сегодня становится или завтра станет членом республиканской партии, не является ни фаворитом, ни аутсайдером республиканской идентичности. Все республиканцы равны, все имеют одинаковые шансы, и те, которые имеют стаж там 5, 7, 10, 15, 35 лет, и те, которые только-только стали или становятся республиканцами. И наша биография политическая это доказывает. В принципе, на этом я закончу свое, так это, утлененное, вступительное, не наступительное речь. С удовольствием послушаю ваши выступления, ваши вопросы, и по мере возможности отвечу. Спасибо. Уважаемые друзья, уважаемые гости, мы очень рады Батону Давид, Кабатону Бая, Кабатону Тамара, что вы сегодня нашли время, и такое тяжелое время, потому что нам всем известно, что сегодня парламент работает в особом режиме, очень много. Потом Давид уже вел курсы дела, что какие поправки вносятся в законодательное поле, какие поправки сегодня намечается внести в Конституции Грузии, которые в будущее нам обещают очень более-менее хорошие, то есть кое-какие планы, которые сегодня население Джавахиди связывает с новой властью, обязательно в порядке, связываясь с большими изменениями в конституционном поле обязательно сбудутся. За это вам огромное спасибо. Огромное спасибо за тот короткий экскурс политической жизни Грузии, партии, который мы сегодня довели до нас, до нашего аудитории, которому для многих было непонятно, что из себя представляет республиканская партия, коалиция, куда стремятся и сегодня какие законодательные изменения готовятся. Как-то стало понятно и как-то стало легче, потому что действительно Конституция была написана супер и была написана только для одного человека. И вся страна и все государство служило только одному человеку. Это вопиющий факт, что президент себе прислал 10 месяцев лишним правой страной. Что касается повторения судеб, Патрон Давид, к сожалению, мы не в Мордовии провели, население Джавахиди тоже находилось в таком замке в Ахалкалаке, к сожалению. Вот такая судьба и такая участь выпала очень многим здесь сидящим в зале. Просто так из-за того, что люди соизволили иногда говорить то, что они думали и думали про народ Джавахиди и про те проблемы, которые встали перед населением самской Джавахиди. Так что мы как-то и единомышленники, и однопартийцы, прошедшие одни и те же дороги в политической жизни. Я очень много, я себя большим стажем политиком не считаю, но как-то приходится иногда заниматься политикой тоже, потому что грязные люди, которые приходят, потом они будут заниматься тобой, если ты не будешь заниматься хотя бы элементарной политикой. Поэтому мы здесь сегодня собрались и единогласно поддерживаем курс республиканской партии, поддерживаем курс куалиции. Мы будем, естественно, сотрудничать. Естественно, у нас будут вопросы в плане улучшения самско-джавахидского региона, те вопросы, которые нуждаются в решении. Потому что таких вопросов накопилось очень много. Я сейчас говорить не буду, мы как-то один раз с вами обсуждали вопрос о европейской партии. Действительно, то, что сегодня потом Давид не стал говорить, потому что лучше говорить тогда, когда эти вопросы станут ясными, и когда эти вопросы будут озвучиваться здесь, они будут иметь законодательную базу для исполнения вот тех изменений, которые потом Давид сейчас, думаю, что нарочно не сказал. Мы надеемся об этом, что действительно наконец-то решится вопрос, и никогда никому не станет плохо, что говорить, что я хочу говорить на своем родном языке. Написать или обращаться к кому-то на своем родном языке, которым я владею. Естественно, не за счет государственного языка. И таких очень много вопросов, я думаю, что эти вопросы найдут свои точные решения. И от этого грузинское государство никогда не пострадает, а наоборот намного станет сильнее, намного станет чистее, честнее, и плюс вот этот биркет, который сейчас мы говорим, демократичная Грузия, демократическая Грузия будет строиться только на этих основах. Огромное вам спасибо. Еще раз мы поблагодарим вас за ваш приезд сегодня к нам в районе. АПЛОДИСМЕНТЫ Выступление истинного республиканца. Спасибо. Да, я подтверждаю те слова, которые были сказаны. Да, мы работаем и в этом направлении. Министр пары интеграции, является Патта Закарейшвили, который не раз бывал в Джавахете, знает эту проблему, эти проблемы в регионе. Он наш представитель в правительстве, он продвигает эти вопросы в правительстве, а нас немало в парламенте, и мы готовимся к парламенту. По той простой причине, что прагматически это выгодно. Это выгодно для государства. Это выгодно для всех граждан, проживающих в стране. Лень через 10-15, не знаю, может быть, лень через 7-8, молодое поколение грузинских и армянских политиков здесь, наверное, между собой будут меньше общаться, по-русски, больше общаться по-грузински и по-армянски. Так что мы в наших интересах, чтобы люди, которые проживали, проживают в регионе, они общались между собой непосредственно, я не только язык имею в виду, непосредственно. С другой стороны, знание русского языка, чем дольше сохранится в Грузии, тем лучше, но знание английского языка все больше и больше доминирует. Молодого поколения, это понятно. Это понятно. Один язык другому не мешает. Швейцарцы говорят на многих языках, европейцы говорят на многих языках. Но наша главная проблема – язык государственный, язык местного населения в том или ином регионе, и люди могут и должны общаться между собой на этих языках.